Я вам расскажу, как получить красивые, крупные, необыкновенные гладиолусы методом рассады. Потому что многие садоводы выращивают гладиолусы сразу посадкой клубни луковиц на постоянное место. А вот я люблю выращивать рассаду. Вот нету места, всё равно уже нахожу, на балкон выношу, в общем, весь балкон, все подоконники. Но обязательно где-то 20 растений гладиолусов я выращиваю. И вот давайте посмотрим. Я вот в этом сезоне решила вот такой гладиолус высадить. Видите, какой он необыкновенный, красивый. Ну, я не знаю, какой-то он голубой такой, сиреневый. Мне очень нравятся они такие. Но ведь вы сами знаете, что гладиолусы есть и белоснежные, и красные, и лиловые, и жёлтые, и зелёные. Ну, каких только нет. Вот зайти в магазин, глаза разбегаются. И гладиолусы все любят садоводы. А некоторые ведь эти цветы специально выращивают для срезки. Представляете, это можно сказать, гладиолус – классическое растение, классические цветы. Я вот всегда почему-то думаю, вот в школу, когда мы идём, я смотрю, дети несут гладиолусы и астры. Так вот я, наверное, всегда так думаю. Гладиолусы нужно дарить мужчинам, учителям строгим, директору школы, там, учителю физики, например, математики. А остальным, таким учителям более нежным, более не таким строгим, дарить, значит, астры. Ну, конечно, вот это моё такое мнение. Это мужские цветки. И они, конечно, вот гладиолусы растут на самом таком вот солнечном месте. Участок должен быть целый день на солнце. Но от северных ветров нужно обязательно их как бы огородить. Потому что иной раз они ломаются от ветра. И поэтому вот многие, многие очень жалуются, что вот гладиолусы клубня луковицы высадила, и всходов нет. А если всходы появились, то они какие-то вот такие коричневые, такие серые, больные. И не знаем, что это такое. Поэтому я вам сейчас всё подробно расскажу. А начну прямо вот с луковицы. Но ещё раз хочу сказать, что гладиолусы пользуются широкой популярностью. Потому что это действительно классические, необыкновенные, с огромными соцветиями, разнообразные окраски цветы. Поэтому мы все выращиваем. Съездила, приобрела вот клубня луковицы. Но обычно кто хранит свои клубни луковицы, они не убирают вот эти вот чешуйки. Почему? Потому что если вот так вот с осени их хранить чистыми, то они съёжатся, они будут сухими, они много испарят воды. И поэтому чешуйку уже начинают удалять только когда уже где-то за две недели, когда мы готовим луковицы к посадке. Ну, это я уже тут очистила, но сразу вот очищенные луковицы, вот, наверное, заметили, вот она проросла, да? А знаете, почему луковицы прорастают? Потому что где-то хранились в таком месте, где была высокая влажность. Или, может быть, в полиэтиленном пакете. А там всегда конденсат. Пакет всегда сырой. Поэтому нужно в опилках, в бумажных пакетах, тогда уже они не будут прорастать. Ну, я показала. Это одна причина. И вот сейчас за две недели мы их очищаем. Вот посмотрите чешуйки. Вот они очищаем. Вот они, видите, сколько их тут. Осторожно, смотрите, очищайте, чтобы не сломать росточек. Вот так. Всё очистили. Вот видите, чистенькая луковичка. Вот так. Всё её просмотрели. И вот берём третью. Так, очищаем её. И видим здесь гнили. Ой. А гнили какие бывают у луковицы? Значит так. Первое. Гниль. Фузариоз. Вот фузариоз. Коричневая гниль у донца. Твёрдая гниль, когда вот сухая. И ещё бывает сухая гниль. Сухая и твёрдая. Вот именно две такие гнили бывают. А сами растения повреждаются ржавчиной. А самый страшный вредитель – это трипс. И как с ними бороться? Начнём с болезней. Вот луковочки я очистила. Затем беру немного воды. Ну, дома всё-таки это рассада. А если вы на участке будете, то побольше будете раствора делать. Вот, ну, я налью немножечко, пол-литровой так, воды. Пол-литровую баночку. И что я добавляю? Я добавляю хлорокиси меди. Сейчас я найду. Вот, хлорокиси меди, да? Хон. Значит, раскрою его. Ну, здесь примерно, если вы будете на участке, и у вас очень много гладиолусов, некоторые, что скрывать? Для продажи, для срезки на продажу. В основном. Поэтому можно приготовить такого раствора, ну, примерно целое, полное ведро. 10 литров воды. Так как я чуть-чуть, просто вот так вот, сыпну крошечку на пол-литровую баночку воды. И разведу. Вот видите, посмотрите, голубой раствор получился. Вот, голубой раствор. Затем, эти луковички я опускаю, налью еще воды, так, чтобы луковички в воде скрылись. Вот таким образом. Вот, скрылись. И таким образом, луковицы должны в этом растворе находиться 20 минут. Прошло 20 минут. Вы достаете эти луковички. Вот. Допустим, 20 минут. Одну достали. Вторую. Обязательно чем-то осторожно. Так. Вот, достали. Раствор вам еще пригодится. У вас очень много разных луковиц будет лили. Все в этом растворе будете смачивать. И все, этот раствор пригодится. И он весь уйдет. Не готовьте его очень много, чтобы потом, не зная, куда этот раствор вам деть. А если остался раствор лишний, и не знаете куда, можно этим раствором просто опрыснуть любые многолетние цветы, такие, как особенно флоксы, о которых мы тоже с вами будем разговаривать. Итак, теперь, после этого, когда мы все это промыли, мы начинаем их высаживать. Но прежде чем высадить, я еще вам скажу, что вот такую вот черную гниль лучше всего срезать. Видите, я срезаю ровненько, надо острым ножом, и только срезать гниль. Но она уже, видите, проникла очень глубоко, очень глубоко. И я не знаю, стоит ли такую луковицу высаживать. Сейчас, подождите. Так. Видите, она проникла до глубины. Поэтому вот в домашних условиях вот часто у садоводов вот это получается. Пожалуйста, просмотрите, и, конечно, такая луковица к посадке не годится. Ну, а остальные луковочки все-таки хорошенькие. Вот видите, одна попалась специально для вас. Просто даже я очень рада, что такая луковица показалась, потому что многие садоводы высаживают, вроде бы она ничего, а там, подумаешь, какое-то пятнышко. И начинаем высаживать. Вот как высаживать будем? Значит, высаживать вот в маленькие такие можно стаканчики. Можно и высаживать в более крупный стаканчик торфяной. Вот. Ну, вот в таких даже тоже очень хорошо. Значит, на дно насыпаем земли, да? Чуть-чуть, кружечку, где-то сантиметра, ну, три. Вот насыпали, да? После этого берем луковицу, обработанную, и ставим ее, вот так, смотрите, поставила. И обязательно надо прижать. Пока, видите, ничем не поливаю. Я потом пролью. Вот таким образом прижали, да? Прижали и засыпали землей. Так. Сверху. Вот таким образом засыпали. Еще добавим, потому что при поливе у нас земля немножечко осядет. Вот так. Раз. Ну, и так. Вот, видите, эти я уже высадила вчера. Итак, еще у нас одна луковичка есть. Давайте насыпем земельки. Видите, где-то я три полных столовых ложки добавляю. Вот так. Обязательно утрамбовываю. Так, не сильно. Беру луковичку. И, видите, донца. Не забывайте, где донца. Да, ведь у нас есть еще и такие садоводы начинающие. Они могут, не дай бог, если наоборот высадят. Донца – это где корешки. А если вы видите какой-то вот корешок, вот если корешочек, они такие острые, то их нужно удалить. Обязательно. Так, ставим. Закрываем опять землей эту луковичку. Вот так. Земелечка. Видите, на такой стаканчик где-то у меня шесть столовых ложек земли уходит. На низ три огромные ложки полной столовой. И сверху. Даже чуть-чуть побольше. Так. Этот горшочек удалим. Теперь, что будем делать с этими стаканчиками? Ну, во-первых, нам надо, чтобы луковицы как бы не заболели. Мы уже обработали. Ну, и еще должны обработать. Вот что мы разводим в литре воды? Мы разводим два препарата. Фотоспорин. Это универсальный для лечения и профилактики грибных и бактериальных болезней. Фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистые росы, черные ножки, ржавчины. Видите? Ржавчины и всяких-всяких таких вот грибных и бактериальных болезней. Тем более при корневой гнили. Итак, насыпаем один грамм. Один грамм. Я уже на глаз знаю. Один грамм или там два грамма. Видите? Все. И в это же время нужно обязательно добавить, например, стимулятора роста энерген. Это еще не разводится. Надо ждать, чтобы хорошо развелось. Так. Энерген. В капсулку берем. Там у нас немножечко осталось. Вот он. Чуть-чуть. Так. Опять разводим. И уже раствор совсем другого цвета. Света. Так. Где наш? Наливаем. И поливаем. Как вот тут я уже полила. Итак. Как мы поливаем? Так. Льем. Ведь раствор быстро уходит. Так. Пусть подождем. его пролить нужно полностью. Раз. Второй горшочек тоже так же проливаем. Мы уже как бы вылечили луковицу. Дали рост корня. И теперь будем ждать всхода. И вот когда появятся всходы, где-нибудь листочка 3 нужно обязательно обработать. Уже предупредить, чтобы у нас не было вот такого вредителя, как, например, трипс. Но в основном эту процедуру лучше проводить в огороде. Когда вы высадили луковицы, появилось, например, 5 листочков, вы обязательно должны против трипса, там не 5, даже 3 листочка, 3-5 листочков, против трипса обязательно, дорогие садоводы, обработайте. И обработайте командором. Командором обработайте. Только командор поможет вот именно справиться с трипсом. Потому что, ну, это просто беда. Мне просто жалко всех садоводов, которые страдают из-за того, что листья только выходят и начинают жалтеть. Трипс никакие препараты не берет, только командор. И взять, например, вот он написан как бы от колорадского жука, это уже 100% убивает колорадского, но он и убивает трипсов очень хорошо. Значит, взять 1 грамм и развести в 10 литрах воды и по растению раза 2, если вы обработаете, то уверена, что у вас никаких трипсов не будет. И не будет у вас также, например, корневого лукового клеща, который тоже очень вредит. Поэтому вот таким образом будете следить. Высаживать рассаду нужно примерно 9 мая. И в это же время я высаживаю и луковицы гладиолусов на постоянное место. Только вот помните, нужно обязательно почву очень хорошо перекопать на глубину 30 сантиметров добавить перегною или торфоперегноя или торфокомпосту примерно одно ведро на квадратный метр. Вот так вот. И обязательно, дорогие садоводы, добавьте по одной столовой ложке на квадратный метр суперфосфата и обязательно добавьте минеральное удобрение. Можно нитрофоски добавить 2 столовые ложки на квадратный метр или наоборот 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия и все это перемешать на глубину 15 сантиметров и потом все это разровнять, но если у вас есть древесная зола, то обязательно 3 столовые ложки тоже добавьте на квадратный метр. Гладиолусы это очень любят. И когда все это перекопали, то рядами помните, что луковички, ну вот такую я возьму луковицу плохую, луковички высаживают, делают такие борозды глубокие, да, борозды глубокие на глубиной 10 сантиметров высаживают, поливают борозды, высаживают и накрывают, чтобы только 10 сантиметров. Если вы, например, высадили глубже, будет позднее цветение. Поэтому готовьте землю очень хорошо. И гладиолусы, помните, что их надо ряд от ряда 20-25 сантиметров, а в ряду будет у вас где-то луковичка от луковички 10-12 сантиметров. И тогда будут у вас расти замечательно вот эти растения. И еще такой вот вам секрет, чтобы они не падали, и чтобы вам палки там не ставить, или там шпалеры какие-то, обязательно их мульчируйте. А что такое мульчировать? Это подсыпочку, покрепче, покрепче делайте, пропалывайте, рыхлите, кормите, и цветы у вас рассадой будут раньше где-то на месяц цвести, а те, которые вы высадили луковичкой, пойдут уже чуть-чуть позднее. луковички.